Поощряется манипуляция культом жертвы. Григорий Горин, Михаил Жванецкий, Виктор Шендерович, Наталья Резник. В отчизне или на чужбине, в Евее прячутся в турбине. Я говорю, а почему вы рады, что она выиграла? И девочка говорит, потому что она чернокожая. Антисемитизм – это инструмент, который просто уже проверен, он всегда работает, ему тысячи лет. Заложников не видно, где они? А мальчик плачет на любой картинке. И все это изображено в материале BBC, как просто какое-то издевательство со стороны израильцам, которые для своего удовольствия там все бомбят. Мы подлецы и трусы, записывайтесь на наши курсы. Научим и вас. Я практически уверена в том, что при нашей жизни, и даже при жизни наших детей, и даже при жизни наших внуков, скорее всего, этот цикл остановить не удастся. Наташа, здравствуйте, доброе утро. И спасибо вам огромное, что вы на этот раз встали даже раньше, чем в прошлый раз. Я сама собой горжусь. Да, я напомню нашим слушателям и зрителям, что у Наташи на 2 часа меньше, чем у меня. И сейчас у Наташи 6.45 утра. Believe it or not. 6.45 утра. Наташа Резник встает ради этого канала. Но поскольку у меня на 2 часа позже, а я сам встаю рано, и мне-то удобнее начинать по моему времени в 8 утра, я в следующий раз попрошу Наташи ваш начать в 6 утра. Ну, хорошо, я просто не буду ложиться. О, о, вот, вот, that's the attitude. Вот мне нравится. Вот это вот гость. Я думаю, что нашу с вами рубрику, Наташа, которую, я надеюсь, станет регулярной, я придумал для нее название, и поскольку у вас поэтическое чутье и ощущение языка безупречное, я хочу с вами посоветоваться. Наша рубрика, как мне кажется, должна называться «Насколько ради шоу Кипермана Наташа Резник будет мало спать?» Ну как? Хочется продолжить. Это как-то длинновато. Тут надо еще дальше что-то писать. Вот это вам домашнее задание. Это вам домашнее задание. Следующий эпизод мы начнем или в комментариях напишите, или следующий эпизод начнем с вашей версии нашего названия. У меня уже есть рифма к Кипраману, да, дивана, да. Во-во-во. Очень хорошо. Так вот, теперь я должен кратко передать пожелание. У меня появился очень важный адвайзер, как по-русски называется адвайзер, типа советник. Советник по Ютубу. Он живет в Киеве и очень мне сильно помогает. Очень умный адвайзер. Зовут его Игорь. И Игорь мне сказал, Женя, ты должен в своих эпизодах в самом начале, вот ты поздоровался с гостем, и первое, что после здрасти ты говоришь, это поставьте лайк и подпишитесь на канал. Я говорю, Игорь, ну так все говорят, так все начинают. Ну зачем? Я хочу свежо начать с какой-нибудь шутки. Приходит Наташа. Что я буду Наташу грузить этими лайки и подписки? Потому что я говорю, мои слушатели и зрители, они грамотные люди. Они без всякого напоминания понимают, что лайки и подписки очень важны, и что я свой канал делаю, работаю, как проклятый 10-12 часов в день сижу, реально монтирую эти эпизоды и не получаю за это ни копейки. Если не будет лайков и этих подписок на канал, то мой энтузиазм быстро кончится. Но я говорю, это мои зрители прекрасно сами понимают, что я буду про лайки и эти подписки вообще говорить. Я даже упоминать не буду. Они сами прекрасно понимают. Поэтому, Наташа, без всяких разговоров про лайки и подписки мы сразу переходим к поводу нашей встречи. И я хочу, чтобы мы для такого драйва, чтобы начать на хорошем драйве, я хочу сразу вас попросить для начала прочитать стихотворение, которое вы написали и поставили на Facebook несколько недель назад. То есть не несколько недель, недавно совсем, про то, как евреев ищут в турбине. Я напомню контекст для наших зрителей, которые или, может, подзабыли, или не все знают, потому что не все на этой планете евреи. Так вот, значит, какое-то время назад, недели две назад, в Дагестане, в аэропорту, в Махачкале произошел, сейчас уже называют погром. Я не уверен, что это можно назвать погромом, потому что, слава богу, вроде как никто не погиб. Но! Там были пострадавшие, просто это были не евреи. И аэропорт пострадал, и люди пострадали, полиция пострадала. Да, поэтому, может быть, можно действительно называть погром. И дело в том, что большая группа людей, агрессивно настроенных, вот, так сказать, кавказцев, видимо, мусульман, она ворвалась в аэропорт в надежде, так сказать, причинить увечья или, вообще говоря, убить тех евреев, которые должны были прилететь из Израиля на самолете, из Тель-Авива. Но этот рейс в воздухе, его быстро перевели на другой аэропорт. Слава богу, самолет приземлился в другом месте. Но эти люди, так сказать, учинили в аэропорту большие недостатки, и все это показывали на видео по всему миру. Это было в новостях по всему миру. Это как первая, так сказать, одна из первых ласточек того, что породила эта атака Хамаса на Израиль 7 октября. И по этому поводу Наташа через некоторое время написала и опубликовала у себя на Фейсбуке следующее стихотворение. То есть это было по поводу того, что искали даже в Турбине, да? О, да-да-да, я прошу, видите, это же очень важно. Одна из самых ярких фотографий по этому поводу, это показано двоих из этих погромщиков, которые, они ворвались на саму эту взлетную полосу, куда самолеты взлетают, откуда и садятся. И там они реально заглядывали в турбину самолета в поисках, видимо, евреев. И эта фотография уже, и, так сказать, доля юмора, которая нам всем нужна в этой ситуации, она была в этой фотографии. И люди, соответственно, многие реагировали. Можно сказать, что эта фотография сама, it went viral, она стала очень популярной. И в ответ на это фото, этот факт, Наташа сочинила следующее стихотворение. В отчизне или на чужбине евреи прячутся в турбине, в автомобиле, в генераторе, стартере и аккумуляторе, в крупнейшей электронной штуке, в мельчайшем чипе в ноутбуке. Погаснет лампа в 40 ватт, так это мой шевиноват. Там было мощности в обрез, и он в турбину перелез. Я после дружеской попойки сама сижу в посудомойке. Я не механик, врать не буду. Сижу и мою там посуду. Мы моем, сушим, движим, греем, как это свойственно евреям. Спасибо большое. Да, мы моем, сушим, движим, греем. И намек в стихотворении, в том числе, о том, что, в общем-то, евреи в большой степени эту технику, эти турбины, от турбины до посудомойки, в общем-то, придумывают нередко. И самое ценное, Наташ, в вашем стихотворении, мне кажется, оно отвечает на вопрос, почему нация еврейская до сих пор существует, несмотря на все, так сказать, погромы всех веков. Потому что одна из великой силы, которая держит, мне кажется, евреев на земле, это чувство юмора. Это неповторимый еврейский юмор, который, если мы проследим традицию, сейчас я буду как литературовед, если мы проследим традицию еврейского юмора, начиная с XIX века и до наших дней, то я вижу, дорогие друзья, прямую линию, которая начинается от Шалома Лейхема и идет через американскую литературу, найдет Шалома Лейхем, Вуди Айленд, Джерри Сайнфилд, а в российской линии она идет Шалома Лейхем, Григорий Горин, Михаил Жванецкий, Виктор Шендерович, Наталья Резник. О, как меня вписали. Я, кстати, не согласна по этому поводу. Я думаю, что не это то, что помогло евреям сохраниться, а часть евреям помогло сохраниться, как этнической группе помогли сохраниться антисемиты. То есть мы, например, с вами, ну я-то точно, я абсолютно ассимилированный человек с русской культурной идентичностью, но я совершенно точно знаю, что я еврейка и всегда знала об этом, потому что мне никогда не давали об этом забывают. Да, это точно. Забывать не давали. Но это большой интересный, серьезный разговор. С одной стороны, действительно, этот антисемитизм держал всегда евреев в форме такой, в боевой. С другой стороны, вы знаете, я помню, мой папа сидел со своими друзьями в Ленинграде много лет назад, и они выпивали, и он сказал, еще было два его друга, там тоже они были режиссеры, актеры, и вдруг папа сказал, ребята, они все евреи были, и папа сказал, ребята, знаете, у нас на троих шесть инфарктов, на троих шесть инфарктов, и потом я это запомнил, и я сказал маме, мам, ты знаешь, вот сидел папа, выпивал, закусывал с этими, с Ноликом Бирманом, и еще с одним, и сказал, у нас, ребята, это на троих шесть инфарктов, а мама сказала, Женя, ты понимаешь, восточноевропейские евреи, это вымирающая нация, они из-за того, что они вынуждены ассимилироваться и унижаться все время, всю жизнь, они уже другие евреи, вот те евреи, которые в Израиле, и которые, так сказать, выиграли эту войну 67-го года, это другие уже люди, это другие евреи, у них нету на троих шесть инфарктов, вот такая мысль, но это, так сказать, так что эти существования антисемитизма и необходимость ассимилироваться, это называется works both ways, и так, и так. Наташ, теперь я хочу вас сразу попросить, даже, знаете, я сам прочитаю это стихотворение, вот вы, это последнее стихотворение, которое вы поставили на Фейсбук, про мальчика на руинах, который в Палестине, и это стихотворение, мне кажется, настолько точное и важное сейчас, что вот вчера у меня был прямой эфир с Наташей Влащенко, украинский журналист, и Димой Розенфельдом, и в прямом эфире пришел вопрос в чате про именно про Палестину и про мирных жителей Палестины, как же так, они гибнут, и что же делать, и как же быть. И я сказал, вы знаете, у меня, мне кажется, есть ответ на ваш вопрос, и я зачитал в прямом эфире это стихотворение, и в нашем этом эпизоде я поставлю на него ссылку и в видеоряде, и под видео, и с тайм-кодом, чтобы люди могли услышать это в прямом эфире у Влащенко, а сейчас я опять его прочту. Стихотворение такое. И мальчик палестинский на руинах. Вы помните, с чего все началось? Ах, нет, не надо, это слишком страшно. Давайте про седьмое октября. Не повторяйте, это слишком страшно. Про это слушать больше не хотим. Вот мальчик палестинский на руинах. Заложники. Их двести человек. Там дети, дети. Маленькие дети. А мальчик палестинский на руинах? Он весь в грязи. Он месяц без воды. Заложников не видно, где они? А мальчик плачет на любой картинке. Заложники. Пускай их всех вернут. Да, пусть вернут. Начальство разберется. Но как вернуть? Вот вы и разбираетесь. А мальчик палестинский на руинах. Так на руинах жалобно сидит. И все собою застит. Вот такое стихотворение. Наташ, я по поводу этого стихотворения хочу задать вам несколько вопросов. Во-первых, вопрос, как вам кажется, почему десятилетиями Израиль проигрывает информационную войну? И даже шире можно поставить. Почему, может быть, столетиями силы добра проигрывают информационную войну? Силы добра исторически всегда проигрывают информационную войну силам зла. Почему? Ну, мне кажется, тут все довольно очевидно. Потому что добро на то и добро, что оно придерживается каких-то моральных установок, скажем, не лжет. Так? Значит, силы зла, то есть то, что сейчас происходит по отношению к Израилю, а я просто каждый свой день сегодня начинаю с того, что я пролистываю CNN, BBC, причем по-русски, по-английски BBC. Они просто постоянно транслируют информацию Хамаса. Они постоянно транслируют информацию с мест. И идет постоянным потоком ложь. Вся эта информация не проверяется. Информация, которая поступает из газа, она, я не знаю даже на сколько процентов лживого, ее никто не проверяет. Ну, естественно, они пользуются ситуацией, и всегда любые манипуляторы будут использовать ситуацию в свою пользу. Если им удобно врать, и они видят, что их вранье принимается вполне благосклонно, то они будут врать. Зло никогда не выбирает средств. Поэтому, конечно, им злу гораздо проще нарисовать такую ситуацию, чтобы выглядеть в более выгодном свете. А вообще то, что сейчас происходит... Какой был второй вопрос? Второго пока не было. Там было два вопроса в одном. Израиль... Почему Израиль проигрывает эту войну, да, информационную войну? Да, ну это, в общем, да, то же самое, что Израиль показывает... Израиль говорит то, что происходит на самом деле. А потом во много раз увеличенная ложь распространяется поверх этого. При этом каждый раз, меня всегда это поражает, что там какое-нибудь якобы уважаемое издание, CNN, будет ссылаться и на тех, и на других, и будет говорить по словам одних и по словам других. И это как бы два у них равнозначных источника информации. Вот информация, которая по словам Министерства здравоохранения ХАМАС, и вот информация от израильских источников. И они предлагают читателю сравнить это, и они не знают. Вот может быть это правда, может быть это правда. На самом деле совершенно чудовищно. Да, Наташа, закончите мысль. Нет, и поэтому Израиль будет проигрывать не только информационную войну. Он будет проигрывать, то есть не только эту информационную войну, будет проигрывать любую информационную войну, в которой поощряется манипуляция культом жертвы. Израиль всегда эту войну проиграет. Вот это очень важная мысль. Спасибо большое. Вот это очень важная мысль. Поощряется культ жертвы. Вот это стоит психология. Почему эта идея столь популярна для людей, которые больше чувствуют, чем думают головой? Это верно. Но тогда вопрос такой. Вы правы, что зло, силы зла, у них нет никаких моральных ограничений, и они ложь используют постоянно, и больше даже, чем любую правду в пропаганде. Но тогда почему добро, и в частности Израиль, не пытается хотя бы свою правду кричать гораздо громче? Гораздо громче. Ну, создать систему, если Израиль такой талантливый во многих отношениях, что правда, и создал себе оружие, науку, культуру, и свою страну за 40 лет. Ну, придумайте как, чтобы... Знаете, Андрей Макаревич написал в Фейсбуке пост. Вот у Макаревича недавно были гастроли по Европе, и он написал. Знаете, захожу в любой отель, где мы останавливаемся во время гастролей, и там в числе каналов любых доступных новостей, Аль-Джазира, ведущий канал арабского мира, есть везде, а израильского нет нигде. Почему? У меня на этот вопрос нет ответа. Я не гражданка Израиля, и, судя по всему, судя по тому, что такого канала нет, для Израиля это не является приоритетом. Пропаганда, значит, в мире не является приоритетом для Израиля. Для Израиля, видимо, является приоритетом безопасности. Может быть. А может быть, Израиль пытается, но ему не дают. Дело в том, я-то думаю, Израиль понимает это. Просто слишком сильна, если говорить по-простому, слишком сильна все-таки антиизраильская идея в мире. Увы, к сожалению, по разным причинам. И это как, знаете, в любом аэропорту Америки, ведь тоже ты не увидишь Fox News в аэропорту. Ты приходишь в аэропорт, всегда будет CNN. Почему? Да потому что CNN более шустрое. CNN и любые вообще в нашей стране, это либеральные каналы, они более шустрые, они подсуетились, и в их руках все. А у, понимаете, у сил консервативных только Fox News и маленькая несчастная, которая считается бульварной, New York Post газета. И все из этих вот, так сказать, ну, традиционных мидия, ну, те быстрее подсуетились. Так вот, информационную войну надо выигрывать, мне кажется. Ну, надо этим серьезно, серьезнее заниматься, как мне кажется тоже. Я не то, что сильно, сильно важный человек, но мое такое мнение, что тут можно делать больше и нужно делать больше. Второй вопрос, Наташа, к вам по поводу вашего стихотворения про мальчик палестинский на руинах. Поскольку там много, и рефреном идет текст про заложников, как вам кажется, что происходит с этими заложниками в реальности и что с ними будет. И как, здесь два, так сказать, аспекта в моем вопросе. Один, насколько велики, как вам кажется, интуитивно шансы, что заложников освободят или хотя бы нескольких из них освободят или сколько-то из них освободят. Второй вопрос, как вам кажется, по каким параметрам идут переговоры с Хамасом по поводу заложников? Это же на самом деле очень интересный вопрос. Если оставить в стороне просто трагедию и эмоцию, то ведь они же холодным образом, американцы и израильтяне, беспрерывно беседуют с лидерами Хамаса по поводу заложников. Что происходит на самом деле? Они беседуют все время. И какие вот интересно же это? Какие условия ставит Хамас, как вы думаете, любые предположения? Потому что мы же знаем традицию, поскольку в Израиле жизнь одного человека это абсолютная ценность. И мы знаем традицию, когда одного израильского солдата, чтобы спасти его из плена, меняли на тысячу, по-моему, этих головорезов, которых освобождали исламистов из израильских тюрем. Была пропорция один к тысяче. Вот. Так вот, учитывая все это, как вам кажется, что происходит с заложниками? Вы мне задаете вопросы, на которые я не могу ответить. Эти вопросы надо задавать военному эксперту. Я не знаю, что происходит с заложниками. У меня те же самые вопросы, что у вас. По поводу того, какие идут переговоры, ну, можно просто предположить, как вы уже сказали, я не знаю. Предположение можно сделать, что примерно такие же условия ставятся, как в прошлый раз, когда Гелада и Шалиты обменяли на, по-моему, 1027 человек. Ну, какая-то такая была цифра. И, кстати говоря, если вы посмотрите на биографии всех лидеров Хамаса, теперешних, то вы увидите, что практически все они, ну, почти все они, за, там, какими-то, может быть, двумя исключениями или одним исключением, они все сидели в израильской тюрьме в свое время. Все. Ну, то есть 80-90% их, они все вышли из израильской тюрьмы. Причем один из них, я не помню его фамилии, он как раз был одним из тех людей, которые вошли в число вот это, тысячу с чем-то человек, которых обменяли в прошлый раз. Да. А остальных просто в какой-то момент выпускали по, или потому что они отсидели свой срок, или еще под каким-то давлением. То есть можно представить себе, что это будет только повторяться. Да, это тоже... И на это, кстати говоря, вся надежда. То есть это самый лучший вариант. Это оптимистический сценарий. Да. Да. И сейчас действительно приоритет, чтобы все-таки заложники вышли на свободу. Но что касается, если кого-то... Я понимаю, если меняют людей, чтобы спасти заложников, это абсолютно оправдано. Но если кого-то там из таких безнадежных фанатиков, головорезов выпускают из тюрьмы просто потому, что срок закончился, это, вы меня простите, учитывая то, что происходит сейчас в мире. Это мне немножко напоминает царскую ссылку для Сталина и Ленина. Когда Ленин уезжал из этой ссылки сколько хотел, когда угодно, и бежать ничего не стоило. На самом деле, если посмотреть на факты, если не не рвать на все волосы от страданий жителей Палестины, когда читаешь материалы CNN и BBC, если посмотреть на факты, даже те, которые излагают эти же самые источники информации, они просто излагают некоторые факты, довольно тенденциозно, то окажется, что Израиль вообще ведет себя невероятно гуманно. В частности, недавно BBC выпустила огромный материал про то, как израильтяне звонили какому-то стоматологу палестинскому с тем, чтобы он сообщил жителям, которые рядом с ним, что их район будут бомбить, чтобы они все смогли эвакуироваться. И звонили ему там много раз и говорили, даже ждали, пока он всех предупредит. И все это изображено в материале BBC как просто какое-то издевательство со стороны израильтян, которые для своего удовольствия там все бомбят. А зачем они звонят, непонятно, издеваются еще к тому же. Но если посмотреть просто на факты, что вот они прежде чем обстреливать, звонят, ждут, пока, если это правда, то, что он говорит, даже то, что он говорит, звонят и ждут, пока люди действительно уйдут, то понятно, что они стараются действовать самыми, что ни на есть, гуманными методами. Я, кстати говоря, не знаю больше ни одного такого государства, которое бы таким образом бомбило территорию своего врага. Да. Находясь в смертельной опасности все время и всегда. Да-да-да. И после зверского страшного на себя нападения. Нет, это абсолютно точно. И в данном случае, опять же, ответ, частичный ответ на то, почему Израиль проигрывает пропагандистскую войну, информационную, это даже не пропагандистская война, потому что Израиль-то ведет информационную войну, потому что говорит правду. Почему он проигрывает? Потому что силам зла всю дорогу помогает либеральная пресса. Ну, десятилетиями. И несет полную ответственность. Несет полную ответственность. Это соучастник преступления. Это соучастник преступления. Просто нет статьи, и у нас человечество продвинулось в цинизме и в падении морали к 21 веку колоссально вперед. Даже с момента Второй мировой, даже с момента Второй мировой войны. представить себе во время Второй мировой нацисты скрывали концлагеря. Нацисты скрывали свои преступления. Ничего подобного не было. А сейчас, когда всему миру показано, Хамас сам постарался. Весь мир это видел. Весь мир видел украинскую бучу. Весь мир видел, что сделал Хамас с 7 числа. И какая реакция? Многотысячные антиизраильские, антисемитские демонстрации. Вот что такое мир, этот свободный, так называемый мир 21 века. Совсем другая история. Как сказал Некрасов, или это приписывают Некрасову, бывали хуже времена, но не было подлей. Это точная цитата. Хочу, Наташа, у вас спросить, вернее так, чтобы не забыть, хочу вас поблагодарить. Дело в том, что Наташа, с которой у нас была первая встреча, и когда мы беседовали перед первой встречей, Наташа мне сказал, Жень, я вам хочу сказать по поводу вашего монтажа и видеоряда. Это, конечно, очень хорошо, что вы вставляете видеоряд, но как же вы можете закрывать видеорядом лицо гостя? Вы человека приглашаете, потом лицо гостя вы каким-то видеорядом... Я говорю, это же когда я говорю. Я закрываю лицо гостя, когда мой монолог. Наташа говорит, какая разница, это же ваш гость, так нельзя делать. Я подумал, Наташа не понимает, я киношник, я монтаж... Потом я стал думать, 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 и благодаря Наташиной критике, справедливой критике, я все переменил, и сейчас у меня совсем другая песня. Я никакие лица, никакие лица, ни свое, ни гостя, не закрываю больше видеорядом, и теперь у меня просто картинка. Подписывайтесь, друзья, на канал, не пожалеете. Так что спасибо, Наташа, вам большое за то, что вы меня критикуете. А вчера, когда мы беседовали по поводу сегодняшнего эпизода, Наташа тоже в очень тактичной, интеллигентной манере сказала какие-то важные вещи про то, что как нам надо беседовать, я все перестроил опять и тоже в лучшую сторону. Спасибо вам, Наташа. Вы главный редактор YouTube-канала Кипермана и свои огромные прибыли от канала, которые капают ежесекундно. Я буду с вами делиться. 15% ваши. 15% лайков. Я пока лайк. Да, да, да. Так вот, следующий мой вопрос такой. У вас на YouTube, на Facebook, на Facebook у вас, помимо стихов, есть довольно много замечательных публицистических текстов. И у меня всегда такая дилемма. И Наташа все время говорит, Жень, какой смысл их читать? Давайте просто обсудим своими словами. Это правда. Мы обсудим. Но некоторые из них, они настолько хорошо написаны, что хочется, и они все, но хотя бы некоторые просто прочту все-таки и не откажу себя в удовольствии, потому что это произведение. Это произведение такая хорошая, качественная публицистика. И знаете, вот Пушкин сказал, глаголом сжечь сердца людей. Так вот, это именно то, что Наташа Резник делает. Глаголом сжечь. И ты не можешь отвертеться, и оно тебя, оно тебя жгет. Оно тебя жгет, и только жалко мне каждый раз, когда я это читаю, что это написано только по-русски. И что те, о ком это написано, не могут это прочесть и покраснеть. Значит, пост такой. Один из тех, что в последнее время появились у Наташи. Кафедра Этник Старис Колорадского университета в Болдере убрала со своего сайта лживое, мерзкое и человеконенавистническое антиизраильское заявление и заменила его трогательным statement for peace. То есть, ребята, давайте жить дружно. Объяснив замену тем, что обнаружили себя under attack. Против них начали выступать, кто бы мог подумать. И не хотят, чтобы кто-нибудь из студентов и преподавателей мог feel unsafe, не чувствовал себя в безопасности. Вот кто, оказывается, подвергается наибольшей опасности. Так и пишут. Мы трусы. Мы только тогда можем отстаивать свои фашистские взгляды, когда нам за это ничего не будет. Кроме дополнительных льгот. Мы подлецы и трусы. Записывайтесь на наши курсы. Научим и вас. Вот. Наташа их припечатала. Вот что они на самом деле. Мы подлецы и трусы. Записывайтесь к нам. Посылайте своих детей к нам. Платите нам большие деньги. Мы университеты. Лучшие университеты Америки. Гордость Америки. Записывайтесь к нам. Научим и вас. Теперь Наташа скажите. Что я могу вам сказать? Это, кстати говоря, не лучшие университеты Америки. Лучшие университеты Америки, там вот эти вот кафедры, это не кстати. Я даже, кстати, не знаю, как это перевести. Это уже наука на русский язык. В Беркли очень похожее письмо написали. Они просто все почти как под копирку. Наш университет, который здесь, я его закончила. Он не самый лучший. Ну, более или менее приличный. И смотреть на это безобразие, конечно, очень тяжело, потому что я даже не знаю, я давно очень училась там. Я не знаю, была там тогда эта кафедра или нет. Но просто то, что я наблюдаю, это что вот все эти люди, вот эти вот бесконечные манипуляторы, которых мы обсуждали с вами в прошлый раз, это бездельники и манипуляторы, которые манипулируют, так сказать, текущей ситуацией в обществе, когда процветает, как же это назвать мне, под видом, что такое их нестатис. Они вам там расскажут, что каждый человек является представителем какой-то группы. А некоторые у них еще есть такое понятие интерсекшеналити безумное, когда человек является еще представителем нескольких групп. И все эти науки о том, что человек существует не сам по себе, воспринимать его надо не как личность, а как представителя какой-то дискриминируемой группы или наоборот дискриминирующей группы. Все эти науки об этом. И вот эти лженауки процветают под крышами университетов. И если раньше это были просто лженауки, которые просто сидели и записывали студентам какие-то кредиты, всяким спортсменам и другим, то теперь они стали обязательными. И теперь они пишут вот такие письма, а мы продолжаем их терпеть. Да, да. И я, поскольку моя академическая карьера в Америке охватывает 30 лет из 35, которые я в Америке, и я преподавал в этих университетах в огромном количестве. Я такой трэвелер. Я преподавал в одном Нью-Йорке, это был NYU, Columbia, New School, Fordham, потом в Пенсильвании в Дрэкселе, потом в Пенсильвании Кутстаунн Универсери. Я еще сейчас не все припомню. Я столько насмотрелся этого. Все, что вы говорите, я подтверждаю, это чистая правда, поскольку я там не только учился, но я там работал. Я там работал. И, конечно, в мере, в той мере, в какой я мог, я этому противостоял. Я не мог вдруг начать ходить и скандалить. Я бы сразу оттуда выкинули. Но в своих классах хотя бы, в своих, знаете, я говорил своим студентам вещи типа, знаете, ребята, настанет день, когда Америка будет вспоминать про времена политической корректности со стыдом. Политическая корректность, которая придумана как благое намерение, она гораздо больше принесла вреда, чем пользы. Гораздо больше. Я помню ситуацию в своем классе в Нью-Скул. Я пришел и сказал, давайте поговорим об Оскарах. Вчера вручали накануне Оскаров. И одна девочка сказала, I'm very happy, Хэлли Берри won. Она сказала, она очень счастлива, что актриса, афроамериканка Хэлли Берри выиграла Оскара. И я говорю, замечательно. А вы видели фильм, в котором она сыграла главную роль? Девочка говорит, нет. Я говорю, а почему вы рады, что она выиграла? И девочка говорит, потому что она чернокожая. Ну, это большой класс весь сидит. Я говорю, знаете, в чем дело? Мне кажется, говорю, что если бы Хэрри Берри, если бы она, эта актриса, сейчас была бы в этом классе, сидела, и услышала бы наш диалог, и услышала бы ваш ответ, что вы рады, что она выиграла, хотя фильма вы не видели, а просто по факту, что она чернохожая, мне кажется, что ей бы не доставило это удовольствие услышать. Потому что я думаю, что она выиграла, во всяком случае, она так думает, она в это верит, что она выиграла не потому, что она чернокожая, а потому, что она хорошо сыграла роль. И в классе такое, такое молчание, такое станд-поз. Люди вдруг услышали что-то, что им не приходило вообще в голову, ну, что, в принципе же, очевидная, простая вещь. Так что это академически... Извините, что я вас припеваю, но с тех пор это стало... Это, наверное, давно было, когда она выиграла, да? С тех пор это стало общим местом. Это говорится везде и всегда. Какое счастье, что у нас первая чернокожая женщина вице-президент. Какое счастье, что у нас, не знаю, первая чернокожая где-то, первая чернокожая женщина там, и просто женщина здесь. И какое вообще... Как здорово! Мы все время подсчитываем проценты. Сколько у нас процентов? Кого? Как представительство кого? Все время подсчитываем проценты и радуемся, когда проценты каким-то образом сдвигаются в сторону равного представительства всех этнических, гендерных и каких-то там еще групп. И все это на самом деле как раз является абсолютной противоположностью идеи о том, что нормальное общество строится на восприятии, как я уже сказала, каждого человека как единицы. Уникальные единицы. Каждый человек – это уникальная единица. То есть, в общем, нормальное общество строится по принципу меритократии, которая, возможно, не идеальна, но лучше, пока, на мой взгляд, никто ничего не придумал. А все, что происходит, бесконечные вот эти вот такие инициативы, которые якобы должны продвигать антирасизм, антисексизм. Они же продвигают совершенно обратную идею. Опять же, что каждого человека надо воспринимать как представителя какой-то группы. Это основа ксенофобии. Конечно. Конечно. Это страшное зло, несомненно. Но люди не понимают, люди не понимают опасности этого зла. Люди не понимают, они в лучшем случае думают, ну ладно, ну так, они говорят, они не понимают, что это страшная тоже пропаганда, которая способствует разобщению. Вот в моем фильме играл замечательный актер и очень известный Джан Карло Эспозита, который афроамериканец. И мы очень сблизились в процессе съемок, и потом, когда я преподавал в Дрекселе, он приезжал ко мне в Филадельфию, делал такой, на три дня приезжал, и в классе, который я преподавал, он участвовал как актер в отрывках, которые эти студенты, андегрэд, они были режиссерами, они на всю жизнь, наверное, запомнили, вдруг приехал Джан Карло Эспозита. Джан Карло Эспозита, мы общались просто как талантливый, он талантливый человек и прекрасный человек. Ну, мне в голову бы не приходило как-то с ним общаться иначе из-за того, что он другого цвета. Но не должно это приходить в голову. А есть люди, которые начинают как-то иначе общаться. Или в худшую сторону, или в лучшую сторону. Но ты не должен, это человек. Если он тебе интересен и приятен, ты с ним дружишь. Если он тебе не интересен и неприятен, ты с ним не дружишь. Как бы, ну что это, что об этом говорить? Ну что об этом говорить? Это же очевидные вещи. Но, как вы справедливо заметили, Наташа, в нашем прошлой беседе, colorblind, которое должно быть, то есть, мы не должны видеть, как бы, мы не должны видеть разрез глаз или цвет кожи. Мы должны относиться к человеку, как к человеку. Если он что-то плохого вам не сделал, мы к нему относимся изначально доброжелательно, а потом, ну, мы узнаем, здравствуй, привет. Ты шутишь, если он засмеялся, значит, у него есть чувство юмора, он отвечает на твой юмор. Если ты что-то, так сказать, предложил ему помочь, или он тебе предложил помочь, значит, он отзывчивый, и ты постепенно с ним сближаешься, какого бы он ни был цвета. Или нет, да? Но ведь оказывается, что даже colorblind теперь по американской философии политически корректно это плохо. Как вот вы сформулировали, что почему colorblind считается, что это плохо в Америке? Ну, потому что это вид расизма. Я же только что сказала об этом, что когда вы colorblind, когда вы не обращаете внимания на цвет кожи человека, вы не воспринимаете его как представителя этой группы. Да, да. А мы всех должны воспринимать как представителей какой-то группы. Это они говорят, да. Они так говорят, и это такой расизм наоборот. Да, да. Я, честно говоря, поражаюсь, как можно этого не видеть. У Уитгара Бой есть такой рассказ «Похищенное письмо». Не помните? На поверхности лежат какие-то вещи. Ну, похищенное письмо, когда Дипен находит письмо, которое до него не могли найти, не мог найти отряд полиции, который обыск проводил в этом доме. Потому что письмо лежит просто на столе в стопке писем. А его где-то только там не искали и обыскали все. Потому что вот эти глубокие мыслители, они все время смотрят мимо поверхности. Есть вещи, которые лежат на поверхности. Сначала неплохо бы увидеть то, что на поверхности лежит. А потом уже мысли. Да, совершенно точно. И при том, что лучше надо относиться к людям как к людям, независимо от цвета кожи, разреза глаз и вообще этих всех национальных вещей. При этом, особенно сейчас, вот я преподаю в учреждении сейчас, где очень много людей из разных стран. У нас студенты примерно из 25 разных стран. И сейчас я все время подчеркиваю и говорю, они-то думают, они говорят мистер Киперман из России, они говорят из России, из России. Я говорю, я из России, но я еврей, я русский еврей. И я все время им подчеркиваю и говорю, я еврей, еврей, еврей. И это не только потому, что я, так сказать, стараюсь не бояться этого говорить, особенно сейчас. Но у меня есть такая как бы своя, что ли, корыстная цель, поскольку они меня уже знают и любят. А они, некоторые из них, никогда в жизни евреи не видели. Как Борат, как Борат в фильме Борат, который евреев не любит, но никогда их не видел. Но эти, они не знают евреев. Но вот теперь, если у них в голове останется, что этот мистер Киперман, который вполне себе неплохой, он шутит в классе, он нормальный человек, он как бы, и оказывается, он еврей, что когда им кто-нибудь скажет что-нибудь плохое про евреев, они, может быть, вспомнят этого Кипермана и подумают, нет, ну, значит, вот-вот, а я видел, а я видел настоящего еврея. То есть они все равно будут стереотип какой-то распространять на всю группу. Вы сейчас говорите абсолютно тоже. Я готов был быть стереотипом. Дело в том, что если они потом постепенно будут общаться, дай бог, с разными евреями в разных ситуациях, ну, для некоторых людей, действительно, я так наблюдаю и задумываюсь, для них это редкость. И у нас евреев мало. Евреев у нас мало. И ты на чем-то, ты о любой вещи строишь представление в той мере, какая у тебя есть доступность к информации. Если ты видел трех евреев в своей жизни, ты можешь их сравнить, и уже у тебя будет три разных стереотипа, или ты делаешь, а, бывают такие, такие, такие. Но если ты видел пока одного, то пускай это будет мистер Киперман. Я неплохой стереотип для евреев. Если кто не согласен, пишите комментарии. И кто хочет написать комментарий, подписывайтесь на канал сначала. Я вижу, что кто-то еще не подписался. Я прям вижу. Вот вы слушаете канал и даже улыбаетесь иногда, а на канал не подписались. Почему? Почему? Антисемит, что говорят. Вот, вот. Наташа, я хочу прочитать еще один ваш пост на Фейсбуке, который очень остроумный, и он повеселее даже, чем некоторые ваши другие. Но по сути он очень важен и в ту же тему. «Много лет назад», пишет Наташа Резник, «мы забыли забрать нашего сына с вечеринки в спортивной секции». «Что сказал тренер, когда всех детей забрали, кроме тебя?» спросили мы позже сына. «Вам по-английски пересказать или сразу на русский перевести?» спросил наш шестилетний сын. «Давай по-русски». Если по-русски, то тренер рассказал одно слово «бля». Потом наш сын вырос и поступил в университет. Однажды он позвонил и сказал, «мне пришлось взять курс гендер в экономике. Без этого невозможно закончить университет». То есть гендер в экономике, чтобы перевести на русский полностью, это... Это на русский, так это по-русски. По-русски это слово называлось «Gender in the Economy». Да-да-да. А гендер уже в русском языке, вы хотите сказать, Наташа, есть такое слово? Конечно, есть. То есть это гендер, это пол, это пол. Есть уже гендер. Ну, короче, гендер для тех, как я, для старомодных людей старшего поколения, которые не знают, что в русском языке уже оказывается есть слово «гендер», я объясню людям пожилым, как я сам, что имеется в виду пол, половой признак экономики. Половая принадлежность в экономике. О! Половая принадлежность. Влияние половой принадлежности, в экономике. Потому что, потому что влияние половой принадлежности в экономике, это гораздо звучит для сатиры вкуснее, чем гендер в экономике. Гендер в экономике, это не вполне понятно, и что-то такое академическое. А вот если ты скажешь, у меня курс «Половая принадлежность в экономике», то тут уже, как говорится, люди, можно и не комментировать. «Так вот, этот сын сказал, что у него половая принадлежность в экономике курс. Его обязали взять. Без этого невозможно закончить университет». «И чему вас там учат?» поинтересовалась я. «Тебе по-английски пересказать или сразу на русский перевести?» спросил сын. «Давай по-русски». По-русски весь курс переводится в двух словах «Чушь собачья». В общем, годы идут, а мы по-прежнему понимаем друг друга, если не с полуслова, то максимум с двух. Вот такой замечательный пост. И прежде чем вы что-то скажете, Наташа, по его поводу, я скажу, что, во-первых, у вас правильный сын, ему повезло с родителями, родителям этим повезло с сыном, и поскольку вот, в семье, в родителях единственный выход родителей, в семье должно быть противостояние этому всему. Точно как в Советском Союзе. В Советском Союзе промывали мозги «Будь здоров», начиная с детского сада. И что? А мы почему оказались нормальными? А у нас были правильные родители. У нас дома этого не было. И мы уцелели. Вот. Но вот я недавно мы беседовали на моем канале с Димой Зицером, который выдающийся педагог, так сказать, нашего времени. И он сказал, даже не в беседе со мной, а я, когда готовился, очень много пересмотрел его интервью, которое он давал до этого. И в одном из них он сказал с большой горечью, он сказал, вы знаете, то, что происходит сейчас в России с точки зрения пропаганды, которая направлена на детей. Это ужасно. И это будет иметь катастрофические последствия на многие поколения. Потому что наука показала, педагогика и психологическая педагогическая статистика по поводу Германии после Второй мировой войны, она показала, что те преподаватели, которые в сороковые промывали, начиная с 30-х и потом в сороковые промывали мозги своим ученикам фашистской пропагандой, многие из этих преподавателей потом вышли из этого и стали нормальными людьми. А те, кого они изуродовали, эти дети уже не стали никогда. То есть преподаватели циничные, когда пришел фашизм, они перестроились, чтобы выживать. Ну раз так, мы будем так. Они в это и не верили изначально. Они просто, как и сегодня люди, как и масса людей все понимают, но они просто циники, как в той же России. И они делают эти вещи, чтобы выживать. Участвуют в подлости, чтобы выживать. Но эти люди потом-то, когда сменится песенка, они тебе приспокойно будут новую петь. Как после Сталина вдруг в вот теперь Хрущева тоже влились некоторые сталинцы приспокойно себе и уцелели в любые времена. Но дети, которых они изуродовали пропагандой, они остались в этом, потому что дети другого не знали. И поэтому семья, и поэтому Наташа, низкий вам поклон, как маме, что с вашими детьми это не происходит, потому что может же быть Павлик Морозов, может же быть перекос такой, что для каких-то детей вот эти идеи могут оказаться сильнее. Мне сегодня утром написала в мессенджер одна женщина, которая мой канал смотрит, она написала про своего сына, которому 35 лет. Она сказала, он пошел в университет, и его это так изменило в либеральную сторону. Это самое, и все, и у нас типа нету общего языка. Ну, я бы не стала все списывать на семью. Мы продукты разных факторов и среды, и семьи, и заложенного в нас от природы. У меня есть друзья, кстати говоря, мои, мои ровесники, которые, у которых такие семьи были, и они выросли нормальными людьми совершенно. И я не знаю вот насчет этой статистики фашистской Германии. Я думаю, что у меня, опять же, никакой статистики нет, у меня никаких статистических данных нет, но судя по тем людям, с которыми я вместе училась, я бы сказала, что вырастили просто поколения отчасти именно циников, которые вообще не верят ничему и считают, что врут все и всегда. И поэтому, в принципе, нет никаких сторон добра и зла, все вокруг одно зло, и главное внутри этого как-то самому выжить. Вот это была главная идея, которая, мне кажется, пропитала целое поколение или больше, наверное, чем поколение. А второе заключается в том, что эти люди, поскольку они считают, что все равно все врут вокруг, они отказываются думать, им не нужно анализировать эту информацию, потому что все равно вранье, все, что поступает, это вранье, и поэтому происходит полный отказ от анализа поступающей информации, ничего анализировать. И ты врешь, и ты врешь, и с этой стороны врут, и с этой. И поэтому люди полностью отказываются думать, и в конце концов именно в этом состоянии продолжают счастливо жить свою жизнь. Да. Да. Вы меня хотели спросить о моих прогнозах. Это правда, очень хорошо. Вот сейчас мы на этом поговорим, это будет последняя наша страничка нашего эпизода. Наташа, спасибо, что вы напомнили. Действительно, я хотел напоследок вам задать вопрос про ваши возможные сценарии развития этой войны. Собственно, этих войн, которые на самом деле начались, наверное, все-таки 22 февраля 22 года в Украине, потом это уже 24 февраля, да. И то, что случилось 7 октября на атаках Хамаса на Израиль, это продолжение в историческом смысле того, что уже началось до этого. Ну и вот, поскольку все мыслящие люди очень встревожены и понимают, что мы живем в абсолютно время каких-то катаклизмов, я даже сделал свой эпизод, сольный такой монолог «Что с нами будет?», в котором я своих собственных нарисовал четыре, как мне кажется, возможных сценарий, начиная с самого плохого, что с нами может быть в ближайшие, так сказать, годы. И вот я хочу вас попросить сделать ваше предположение. Ну, предсказатель из меня тот еще. Дело в том, что во мне борются два начала. То есть одно начало оптимистическое, потому что я верю в неостановимый прогресс, и я верю в то, что добро в конечном итоге побеждает зло. Но это в очень отдаленной перспективе. И в этом смысле мои прогнозы обычно оптимистические. Но я сама в них не верю, в свои оптимистические прогнозы, к сожалению, потому что я не вижу никаких предпосылок к их исполнению. Но я бы сказала так, что если говорить об Израиле, я очень надеюсь на то. Я практически уверена в том, что при нашей жизни и даже при жизни наших детей, и даже при жизни наших внуков, скорее всего, этот цикл остановить не удастся. Ну, есть просто такие вещи, которые его подпитывают, вот этот вот цикл, когда Израиль побеждает своих врагов, а потом они через какое-то время готовятся и нападают опять. То есть надежда есть только на то, что если удастся победить Хамас, то есть разгромить Хамас, в конце концов на этом месте вырастет что-то другое. Но, по крайней мере, Израиль сможет обеспечить себе, на это я очень надеюсь, обеспечить безопасность себе на какой-то очень длительный период и обеспечить себе время для того, чтобы подготовиться к следующему витку и не допустить того, что произошло 7 октября. Это вот моя надежда на то, что произойдет в Израиле. То есть если говорить про войну Украины с Россией, но опять же, я не политолог, то есть Россия с Украиной, я бы так сказала, про войну, которую Россия ведет в Украине, то там у меня гораздо более пессимистичный взгляд на вещи и надежда в основном, особенно учитывая, что приближается зима и Россия сейчас опять начнет бить, скорее всего, по энергообъектам, чтобы как можно больше, как можно больнее ударить по гражданскому населению Украины. И учитывая, что Россия, это, к сожалению, огромная страна с огромными экономическими человеческими ресурсами и человеческая жизнь там вообще ничего не стоит, что дает государству в войне огромное преимущество, то у меня в большой степени в краткосрочной перспективе надежда на какое-то чудо, на какой-то волшебный перелом или на гений украинских военных, или на или на то, что, не знаю, возможно, Бог есть и он убьет Путина молнией, или его там кто-нибудь просто отравит из его приближенных, если Бога нет. А человек, который придет на его место, независимо от того, какая будет ситуация внутри России, даже если Россия будет продолжать скатываться сама по себе в фашистскую диктатуру, то, по крайней мере, возможно, следующий лидер будет строить свою репутацию на отрицание и отрицание, то есть на отрицание деятельности предыдущего лидера, как у нас всегда было, как мы видели в Советском Союзе. в общем, надежда в краткосрочной перспективе в основном на чудо, а в долгосрочной на то, что все равно Украина победит. Да, спасибо вам, Наташа, за откровенность, потому что это действительно звучит не очень весело, но зато это звучит в том, что вы говорите, есть уважение к аудитории, которые должны быть способны слышать это. Это лучше слышать, чем слышать какие-то иллюзии, которые ни на чем не основаны. Но я с вами согласен в отношении чуда. Исторически всегда происходит чудо. Иногда никак не ожидали, что Сталин умрет в марте 1953 года, а ведь списки и теплушки для евреев, чтобы всех их выслать из больших городов уже готовились. Уже готовились. И об этом моя мама вспоминала часто и достаточно подробно, как она себя чувствовала в 19 лет в 1953 году. И вдруг Сталин умер. Сталин умер и очень многое изменилось. Так вот, эти вещи в истории происходят. Или умирает Сталин, или Англия выбирает премьер-министр Черчилля. И в истории Израиля таких чудес было более чем достаточно. Потому что на самом деле, скажем, одну войну судного дня, если мы возьмем, когда атака была абсолютно неожиданной из обеих сторон и существованию страны реально угрожал «Большая опасность». Фильм, который только что вышел «Голда» показывает этот момент. Очень хороший фильм, я всем рекомендую. Но Израиль и в этой войне победил каким-то образом. Каким-то образом. Так что, может быть, это Бог, а может быть, это что-то другое, но того, чтобы все скатилось в тартарары и в средние века, нет, этого не происходит. Мы со своей стороны стараемся сохранять чувство юмора и бодрость духа и говорить при этом правду. Напоследок, я хочу процитировать еще один ваш пост. Это цитата из «Умберто Эко» произведения «Имя Розы». И попрошу вас прокомментировать. Значит, цитата звучит так. «И убивали всех евреев, каких встречали на своем пути и завладевали их имуществом». «Почему именно евреев?» спросил я. «А почему нет?» спросил в ответ Сальватор. И добавил, что всю жизнь он слышал от проповедников, будто евреи противники христианства и владеют богатствами, которые христианам заказаны. Я спросил его, а разве богатства христиан не скапливаются десятилетиями у господ и епископов? А значит, с подлинными своими противниками пастушата не боролись? На это он ответил, что когда подлинные противники слишком сильны, следует выбирать других послабее. Я подумал, вот за это-то простецов и зовут простецами, только властители всегда и очень точно знают, кто их подлинные противники. Властители опасались, что пастушата пойдут отбивать их добро, и были очень рады, когда вожаки пастушат сосредоточились на мысли, будто их обездолили евреи. Умберто Эко имя Розы. Ну, собственно, цитата сама за себя говорит. Ну, скажите какие-то вещи, Наташ, свои собственные комментарии. Ну, Умберто Эко уже все сказал, единственное, что я могу сказать, это то, я же не просто так поставила эту цитату, а потому что она очень хорошо иллюстрирует то, что мы видим и не сейчас, не при нашей жизни, а то, что мы видели на протяжении всей истории, что антисемитизм, в принципе, как и любая ксенофобия, но антисемитизм самый надежный инструмент, любая ксенофобия может быть инструментом. Антисемитизм это инструмент, который просто уже проверен, он всегда работает, ему тысячи лет, и он действительно используется в манипулятивных целях. Огромное количество людей, как вы говорите, есть люди, которые даже не знают, как евреи выглядят, но заранее их ненавидят, как вот эта толпа в Дагестане, которая прибежала в аэропорт искать там в турбине еще неизвестно где, хотя там никаких евреев-то нет, и даже в этом самолете, говорят, никаких евреев не было, это какие-то дети дагестанские сличения возвращались в Тель-Авиве. То есть, вот да, вот такой вот удобный инструмент, и мне кажется, что то, что происходит, вообще часто то, что мы видим, мы в прошлый раз с вами об этом говорили, это слияние благих намерений с манипуляцией, когда манипуляторы завладевают чем-то, и в данном случае тут и благих намерений нету, но когда какие-то настроения есть в обществе, манипуляторы ими завладевают, и таким образом, как у Мертуека сказано, за это простецов зовут простецами, нельзя этому поддаваться, надо сдавать с собой. Абсолютно точно, единственный мой последний комментарий по этому поводу, это то, что эти вот манипуляторы были рады, что пастушата наивные сосредоточились на евреях, как на как на обвиновниках, всех их беты пошли, так сказать, бить евреев, потому что евреи были слабее, но все это закончилось моментом возникновения государства Израиль. Слабые евреи, во всяком случае, вот те, которые в Израиле, они не слабые евреи, этого тоже не может мир простить, но это нам всем внушает большую надежду и веру, так сказать, в будущее и нас, и мира, потому что Израиль, Израиль, опять же, как и Украина, защищая себя и борясь со злом, который угрожает существованию, себя, на самом деле защищает всю цивилизацию, всех нас, и чем больше людей это наконец осознают, тем будет лучше. Наташ, спасибо вам большое, и я правда надеюсь, что наши с вами выпуски станут регулярными, придумайте название свое собственное, и мы придумаем какой-нибудь день недели, какое-нибудь оптимальное утреннее время, когда вы все-таки реально можете проснуться, и мы будем это продолжать, потому что мне очень нравится то, что мы делаем, мне кажется, это имеет смысл, а вы, друзья, напоминаю последний раз, поскольку Игорь меня просил вам напомнить, хотя я считаю, что это совершенно не нужно, вы и сами понимаете, подпишитесь просто на канал, это просто нажать и все, и тогда вот эта беседа с Наташей, если вы поставите лайк в процессе этой беседы, когда она еще идет, и подпишитесь на канал, пока беседа идет, она сразу попадет в рекомендации, и наш разговор с Наташей увидит сразу на десятки, а может сотни людей больше, это правда, так работает, вам ничего не стоит нажать кнопочку, я же не денег прошу, хотя денег я прошу тоже, там под видео будет написано, как можно поддержать канал материально, потому что я же пока теряю деньги, я пока оплачиваю труд моих талантливых дизайнеров, которые у меня обложки делают для эпизодов, и труд Игоря, который мне советует как быть, и пока что я теряю деньги, так что если кто-то хочет перевести деньги тоже на канал, я буду очень признателен, вся информация будет под эпизодом, Наташа, спасибо вам большое, я очень тронут тем, как вы относитесь к нашим беседам, спасибо, до новых встреч, друзья!